Друзья, всем привет! Сегодня будем говорить о новых фоксировских камерах CAT, потому что старая камера, это была, наверное, лучшая камера, которую я видел на данный момент. В них использовался новый какой-то сенсор от Sony Starlight, то есть очень качественный, довольно современный сенсор, который, в отличие от остальных камер, реально сильно повышал качество изображения, уменьшал количество шумов, давали лучшие цвета и так далее. Единственная проблема всего этого дела была то, что камера, камера здоровая, вы посмотрите на ее размер, учитывая, какие сейчас тенденции, когда все становится меньше и меньше, вот эта камера, конечно, ну никуда уже практически не лезет. Рам, которые вот под такие камеры у меня практически не осталось, я летаю везде, либо на микрокамерах, либо на нано-камерах, уже даже некоторые аппараты, где совсем мелкие камеры, 14 мм шириной, это 28, то есть два раза шире камера, чем могла бы быть. При этом все, ну качество, конечно, качество, но вес, опять же, тяжелая камера, очень, поэтому будем сегодня смотреть на новую камеру. Это Foxir Cat 2, микро, супер, Starlight FPV камеру, вот так. Как видно, упаковка сама ничем не меняется, с годами не изменяет традициям, то есть абсолютно такая же, как и раньше, здесь что это такое? А наклеечку положили маленькую. Внутри лежит камера Cat, я уже показывал ее вкратце немножечко и говорил, что посмотрите на эту линзу. В свое время, когда в самом начале начали появляться микрокамеры, была проблема в том, что вроде как сенсор, они ставят тот же самый на эти платки, но проблема в том, что, например, линзы ставят они другие. И ты смотришь такое, ну вроде прикольно, но с другой стороны как-то, вот как-то не то, потому что качество все равно, ну днем-то оно такое же, там плюс-минус достаточно света попадает. А вечером, когда на недостаточное освещение, камера показывает немножечко худший результат, чем полноразмерная камера, потому что в них именно линза больше. В данном же случае никаких проблем нет, вы посмотрите, это та же самая, абсолютно та же самая линза по размеру, гигантская, огромная линза, 2,1 мм, я думаю, что это будет нормально. Хотя, может быть, было бы прикольнее на 1,8, если у них есть такие линзы. Для сравнения, посмотрите линзы, как выглядят, например, на том же Foxyre Arrow, первого поколения, еще самой первой микрокамеры, которые в свое время начали появляться. И вот, вот они были примерно вот такие вот. И понятно, почему в свое время они были как бы не на том же уровне. Смотрите, это даже смешно. Это как избиение младенцев. А тут вот настоящий большой сенсор, такой же, как вот на большой камере, плюс огромная линза, такая же, опять же, как стихно большой. Поэтому, покупая микрокамеры, если раньше вы шли на какие-то компромиссы, то сейчас вы просто уменьшаете вес всего этого дела и позволяете монтировать эту камеру во все разные варианты. То есть, и в большие рамы, и в маленькие рамы. Весит эта камера 10 грамм, это нелегкая камера, большая камера весила 14, мелкие камеры весят 5-6 грамм, на самом деле. Здесь много веса нагоняет линза, потому что это стекло плюс металл. Стекло и металл, это, конечно, классно, дает лучшее качество изображения, дает меньше отбликов, дает большую прозрачность этого всего дела, но нагоняет лишний вес. Сам корпус и сенсор, конечно, разницы практически нет. Плата сзади, на которой расположен сенсор, мало того, что она вкручена, так она еще и заклеена, чтобы у нас все было, во-первых, ровно прижато, во-вторых, не было никаких дополнительных засветов. Ух, конечно, да, апертура у этой линзы, конечно, большая. Ну, и смотрим теперь на сенсор. Достаточно большой сенсор, красивый, он окружен, как видно, какой-то пенкой со всех сторон, поэтому там в остальных элементах вообще никак ничего не видно. Ну, вот сенсор, как вот сенсор. Если раньше это был просто корпус сенсора линзы, то сейчас, как видно, они делают еще и барьер специальный, чтобы это все меньше переотражалось, чтобы было меньше засветов и так далее. В комплекте у нас стандартный бокс, я не думаю, что там что-то поменялось, я думаю, абсолютно все то же самое, что и раньше. Да, абсолютно пультик, какое-то количество винтиков, провод для подключения к видеопередатчику сразу, ну, естественно, его большинство подключает к полетному контроллеру, просто обрезая где-нибудь вот здесь вот на серединке и припаивая уже напрямую, куда нужно. Как видно, сзади у нас один длинный разъем, не особо фанат таких разъемов, мне все-таки нравится больше вот, ну, как на старый кат, когда два разъема, но я думаю, это сделано из соображения компактности. А вот с другой стороны, вот сюда, например, можно отдельно пультик подключать, здесь же нужно оставлять вот этот разъем, который вот здесь выболтается, если вы хотите реально что-то потом в будущем поднастроить. Перед тем, как смотреть на картинку, давайте по сухим цифрам пройдемся, это FPV-камера с разрешением 1200 TV-линий, переключается 4х3, 16х9, то есть прямо через OSD пультика можно переключить. Также есть OSD, где показывается время полета, напряжение и написано флаксир. К сожалению, наверное, опять они сделали ту же самую ошибку, то есть ими, наверное, нельзя менять. Давайте посмотрим. Входящее напряжение немножко поменялось, теперь это входящее. Раньше было от 5 до 40 вольт, теперь от 4,6, наверное, все так же считаете, 5 до 24. Как это работать будет с 6S пока непонятно. Я уточню этот вопрос, будет ли это работать, но скорее всего должно работать. Сенсор CMOS и в данном случае у нас линза на 2,1 мм. Также переключается формат NTSC и PAL, то есть если вам это нужно, вы можете это переключить с пультиком через OSD. Цвет белый, ну вот модель называется 1245. Сейчас уже сразу показывает надпись фокусир, напряжение и таймер. Image, то есть картинка. Можно отозеркалить изображение, также можно перевернуть изображение, неплохо. Резкость настроить, color gain, то есть насыщенность цветов и гамма, то есть насколько он светлее, темнее будет показывать. Но я не думаю, что нам по большому счету ничего трогать здесь не надо, стандартные настройки должны быть хороши. Noise Reduction, то есть отфильтровывание шумов стоит на минимальном. Я думаю, это хорошо, надо будет вечером посмотреть, как это работает, а можно полностью, можно полностью выключить, да. Дальше, автобаланс белого, режим авто, можно также, естественно, ручную выставить. Экспозиция, то есть насколько светлым будет показаться изображение. Сейчас стоит 7, можно сделать меньше, чтобы картинка более темно экспонировалась. Можно сделать больше, чтобы картинка светлее экспонировалась. Это, в принципе, по желанию, стандартно 7. Shutter, тоже в авторежиме, то есть скорость затвора. AGC, то есть Gain Control, сейчас стоит на 10, то есть это насколько сильно будет усиливать картинку, если будет, например, сильно темно. Большее значение позволит дать вам более светлую картинку в темное время суток, но большим количеством шумов. То есть это аналог ISO, я так полагаю. День, ночь, можно выбрать чисто черно-белый вариант, также можно вручную выбрать, когда он будет переключать. Также поставить цветной чисто формат. Поставим цветной язык, английский, пусть вставится система. Спрашивает, где у нас будет надпись Foxeer. Ой, ну слава бога, можно поменять, наконец. Ой, хорошо, сейчас тогда давайте поменяем. Все, здорово, я написал, как видно, AnyCat, но, к сожалению, им изменить позицию нельзя, только слева внизу, но зато хотя бы можно название поменять, это хорошо. Вольтаж включить-выключить, можно таймер включить-выключить. Кстати, почему-то картинка плывет, когда я нажимаю на пультики. Не знаю, почему, может быть напряжения не хватает, 12-8, все, выставил. А формат, либо PAL, либо NTSC, давайте посмотрим на NTSC, ну, в принципе, наверное, без разницы. А и вариант выхода, 16 на 9, 4 на 3. Ну, поскольку здесь шансер 16 на 9, 4 на 3 просто обрезает с краев, да, 4 на 3, это более квадратное изображение, color bar. Ой, прикольно, я даже не знаю, зачем это нужно. Вот, и, в принципе, все, после этого вы можете еще скинуть на застройки на заводские, если вы что-то там сильно попортили, и выйти. Сравнивать мы эту камеру будем с одной из лучших камер на рынке, Toothless 2, на мой взгляд, это, наверное, самое интересное, что сейчас можно найти. Сразу стоит заметить, цвета на Cat 2 более спокойные. На Toothless они все-таки сделаны красивыми. На Cat 2 они больше, ну, больше похожи на реалистичные цвета, то есть они более спокойные, менее насыщенные. Кроме того, картинка чуть более холодная. По скорости работы можно сказать, что Cat 2 гораздо быстрее экспонирует картинку, правильнее экспонирует, но в то же время Toothless 2 имеет куда более лучший VDR, и напротив солнца в Toothless видно чуть больше. Также стоит заметить, что количество деталей на Toothless кажется немножко большим. Все из-за того, что камера как-то хитро очень накручивает резкость. На Cat 2 резкость не сильно накручена, поэтому картинка кажется менее детализированной, хотя в то же время линии, например, какие-нибудь кривые под углом идущие выглядят лучше, без лесенок. Они более равномерные, более естественные. Fitcherate. Это, наверное, самая лучшая пара для этой камеры, то есть сейчас она показывает максимально классную картинку. Не единственное, что меня до сих пор разражает, отсутствие качественного VDR. Все-таки Toothless гораздо сильнее вытягивает и темные, и светлые участки. В остальном же можно сказать, что на Cat нет практически шума, вот этого мелкого, неприятного песочного шума, который на Toothless забирает огромное количество мелких деталей. На Cat 2 все-таки видно все, хорошо передаются очень цвета, очень четко все видно, высокая контрастность изображения остается в тенях, гораздо больше видно. Ночь. Ну, практически. Остались все еще фонари, и здесь камера раскрывается на полную катушку. Это вот идеальное время для этой камеры. Здесь она показывает результаты прямо на голову выше той же самой Toothless. Здесь и в тенях она отлично отрабатывает, и света хорошо отрабатывает, и оттенки передает гораздо лучше. Я вообще, когда начал просматривать этот футаж, я сразу не понял, почему настолько большая разница. В тех же кустах, где, например, Toothless выдает просто какую-то кашу, мешанину, здесь на Cat 2 видно каждый листочек, хотя и, конечно же, немножко не те цвета. Toothless все-таки выдает чуть более насыщенный зеленый, но в данном случае лучше видеть что-то, чем темно-зеленое месиво. Также вот здесь света не хватает, на Toothless вообще ничего не видно, на Cat все еще видно очертания листвы. И в целом я могу сказать, что Cat гораздо более чувствительная камера, что касается вечерних полетов, например. Здесь вы будете чувствовать себя как рыба в воде, гораздо меньше шумов, гораздо больше деталей в тенях. Реально, с такой картинкой комфортно летать, вы ничем себе не отказываете, летаете в свое удовольствие. По итогу я считаю, что это, наверное, лучшая камера для всяких вот таких вот плавных пролетов, дальнолетов, а также, может быть, самолетов и крыльев. Потому что там такой прям супер дикий VDR не нужен, который больше необходим для всяких жесткого фристайла или гонок. А для плавных полетов камера и так отлично справляется. Хорошие цвета, хорошая детализация. При этом хорошая работа днем, вечером, ночью, вообще практически в любых ситуациях. Кроме того, немножко напрягает узкий угол обзора. Кому-то, может быть, нравится, но я, например, люблю пошире. В данном случае, например, когда вы собираетесь делать какую-то акробатику, например, там, не знаю, сделать флип, сделать ролл, то выглядит это немножко странно. Потому что очень долго либо небо в кадре, либо земля в кадре, и это немножко дезориентирует. Кроме того, близкие тесные пролеты тоже выглядят немножко странно, потому что хуже чувствуется габарит, но, по крайней мере, может быть, я не привык. В остальном, камера действительно очень хороша. Для своего применения это лучшее, что сейчас есть на рынке. Но, как я и сказал в прошлом обзоре, скорее всего, Toothless это все-таки более универсальная камера, если вы не планируете прям летать прям поздно-поздно вечером в темное время суток. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео и заглядьте в описание. В описании будет ссылочка на эту камеру, на Toothless 2. В любом случае, вот эта камера хорошо заменяет камеру ранком Eagle, которая теперь уже больше не выпускается. И эта камера, я бы сказал, что немножко поинтереснее. То есть она хорошо показывает ночью и при этом имеет гораздо лучшие цвета. На этом, друзья, все. Пока.